Привет всем! Итак, мы с Натальей приоткрываем завесу и анонсируем релиз нашего второго перевода. Фильм называется «Бак». Вышел он в 2011 году и посвящен биографии и работе Бака Бреннамена. Релиз будет сделан 20 декабря на сайте Open Subtitles. Так что до этого момента обзаводитесь английской версией фильма на западных торрентах. Девушки, которые не знают, что такое торрент и не знают, где взять фильм, вспомните какого-нибудь из очкастых мальчиков, который вам был совершенно неинтересен в школе и позвоните ему. Скорее всего, он знает, как это делается. Я очень надеюсь, нет, даже не надеюсь, я уверен абсолютно, что этот фильм будет крайне интересен женской половине. Так что прошу вас распространять информацию о появлении перевода среди всех доступных вам женщин. Итак, теперь трейлер и несколько слов от переводчиков. Когда я впервые увидел его, подумал, что это за вуду такое, понимаете? Он заходит в манеж, и через пять минут лошадь ходит за ним, как собака. Большинство из нас есть набор приемов, а у Бака целый арсенал. Не нужно, чтобы конь понял, как следовать чувству, работать на чувстве. Вот так должно быть достаточно. Все, что вы делаете с конем, танец. Мы слышим о том, как ломают коней. Человек сильнее этого крупного животного. Мы можем ломать их. Теперь я потрогаю ее шею. Я скажу, этот флаг тебя не обидит. У меня сразилось, что можно это сделать так, что конь будет сам сотрудничать, будет любить людей, не будет травмирован и испуган на всю жизнь. Никто тебя не обидит. Часто вместо помощи людям, у которых проблемы с лошадьми, я помогаю лошадям, у которых проблемы с людьми. Этот конь говорит немного о вас. Конкретно в этой дисциплине, если вы хотите быть успешным, нужно быть суперчувствительным. Поэтому многие, у кого это хорошо получается, они, знаете, они израненные души. Меня зовут Бакшот, и мне семь лет. Знаете, он был совершенно обычным мальчиком. Не показывал никаких признаков молодого гения. Спасибо, мам. Я всегда мечтал стать ковбоем. Ребенком делал трюки с лассо. Отец бил нас нещадно за неидеальные выступления. Лошади моя жизнь. И из-за того, через что я прошел, будучи ребенком, когда они боятся за свою жизнь, я понимаю это. Ваша лошадь – это зеркало вашей души. Иногда вам не нравится то, что вы видите в зеркале. Осторожно! Его нельзя винить в том, какой была его жизнь. Может, вам нужно что-то понять о себе? Может, лошади для вас единственный способ понять это? Чувствую себя совсем дурой и неудачницей, понимаете? Да все нормально. Если вы сможете это освоить, вы станете лучше. Вы станете лучше в областях, которые, как вы думали, к лошадям не относятся. И так, прошу любить и жаловать, собственно, переводчика и литературного редактора этого замечательного фильма Наталью Андрееву. Добрый день! Мне очень приятно участвовать в таком проекте по двум причинам. Первая, потому что я, сколько себя помню, всегда испытывала некий пиетет перед лошадьми и все, что с ними связано. И в том числе с людьми, которые с ними работают. И во-вторых, потому что этот фильм больше не про лошадей, а он больше про людей и их тонкую натуру, так скажем. Так как лошади всегда были некой волшебной частью моей жизни, сначала я увидела фильм, который называется «Заклинатель лошадей». Когда я его увидела, я уже не помню, но потом я нашла и книгу, прочитала. Стала искать на тему того, что есть в интернете, как-то расширить, да, фильмографии на тему лошадников. Попался фильм про Бака, наряду с несколькими детскими фильмами про лошадей, которые, я думаю, все смотрели в детстве. Там «Черный красавчик» и «Я же с ними». Нашелся он на англоязычном сайте, в русском варианте его не было, поэтому смотрела я его на английском. Первые два раза в конце плакала крокодилями слезами. Не от того, что фильм грустный, а больше, наверное, от счастья, потому что не думала, что американцы могут снять такой фильм и что в их среде может родиться такой человек. Есть люди, которые подходят к лошади на таких позициях, более гуманных, что ли, так скажем, и к лошади, и к человеку. У меня, в свою очередь, есть небольшой стаж с лошадьми, но намного, намного, намного меньше, чем у Натальи. Все-таки входной точкой был фильм «Заклинатель лошадей», и он, конечно, интересен был в основном не лошадной своей тематикой, а именно психологией. То есть это до сих пор остается для меня выдающимся фильмом, где показан очень психологически продвинутый и развитый человек, хоть он и выдуманный, но тем не менее, что-то человеческая тематика, мне кажется, там главной лошади выполняет вспомогательную роль. И когда я узнал, что существует и реальный человек, на котором этот персонаж основан, и что про него существует фильм, и фильм оказался действительно очень значимый, серьезный, и, собственно, на его фоне, вообще говоря, выдуманный персонаж, конечно, выглядит несколько плоско, потому что видно, что реальный человек, он глубже, серьезнее все у него. Я нашел много родственных точек, там, например, вот то, что рассказывает про его детство, конечно, не могу с собой сравнивать, судя по тому, что он рассказывает, ему явно досталось больше. Могу только удивляться, что человек действительно смог преобразовать эту энергию во что-то положительное, и не просто во что-то положительное, а стать примером, да, и мега прокачанным человеком, хотя он прямо говорит, что не советует проходить такую школу, но иногда, в общем, происходит вот так. То есть он такой некой собой олицетворяет надежду, что даже с людьми, у которых жизнь складывается очень-очень сложно, это не гарантированно означает, что из этого нельзя вырастить ничего светлого. Бака Бреннамана явно нельзя отнести к людям, которые даже косвенно относятся к теме мужского движения, красной таблетки и так далее. Если тут можно говорить речь про красную таблетку, то это что-то совсем другого порядка, гораздо более высокого. То есть это человек, который действительно знает, куда он движется, как он движется, не помешало ему построить брак, и он выращивает дочь, что для меня вообще чужая планета, незнакомая. При всем при этом я считаю его как раз примером для людей, которые проходят, вот после того, как они закончили фазу гнева, она, конечно, должна когда-то заканчиваться, то куда двигаться дальше. Вот Бак Бреннаман, как мне кажется, показывает направление, куда может двигаться человек, который даже сильно-сильно пострадал, что, в общем, жизнь на этом не заканчивается, на этом месте можно что-то вырастить. Большое, красивое, зеленое. И полезное. И полезное, да, и поразительным образом принести массу пользы окружающим людям, да, изменить их взгляды на мир, собственно, помочь многим-многим-многим людям поменять свои взгляды тоже, в том числе таким, которые через это не проходили и этого не касались. Что касается чисто лошадной темы, я очень надеюсь, что мы однажды устроим проект отдельный длинный каст, есть хорошая додумка. Пока только скажу, что для тех, кто понимает разницу, обратите внимание в фильме, что почти никогда не видно использование удил и вообще железяки. На лошадях почти не используются. И когда лошади проходят облучение, нигде нет железа. Какое значение имеет железо, можете предварительно посмотреть в паре фильмов Невзорова. Я все понимаю, все, что вы хотите сказать про Невзорова. Я сам про него много чего могу сказать, что касается политической деятельности. Но если хотите войти немножко в лошадиную тематику и понять, в чем, собственно, прорывная страна Бреннамана, то стоит посмотреть пару известных документальных фильмов. Около документальных фильмов, скажем так, Невзорова. «Лошадь распятая и воскрешенная» и... Лошадиная энциклопедия. Да, при упоминании имени Невзорова лошадиные тренеры входят в экстаз. Можно не верить и скептически относиться к тому, что лошадь читает. Хотя, честно говоря, раз обезьяна владеет немым языком, почему лошадь не может читать, не знаю. Но дело не в этом. Дело в том, что можно не верить в чтение лошади, но не верить в нейроэкранеальный шок и в болевые ощущения трудно. А в качестве подготовки к просмотру самого фильма Бак, настоятельно советую тем, кто этого не делал, найти и посмотреть фильм Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей». Тем, кто его уже смотрел, пересмотреть лишний раз. Если вы знаете, как выглядит Бак Бреннеман, то его можно увидеть в некоторых местах в фильме. Озвучивать фильм мы не стали и не будем, это слишком сложно, да и не стоит. И распространять звуковую дорожку было бы гораздо сложнее. Но нам очень понравилась команда, которая сделала озвучку для фильма «Красная таблетка». Если эта команда вдруг захочет озвучить и фильм Бак, всячески поддерживаю такое начинание. Очень надеемся, день через полгода услышать хорошо сделанную озвучку к фильму Бак. Финальной версии титров ожидайте на сайте Open Subtitles 20 декабря. С наступающим Новым Годом! Хороших праздников!